20 важных вопросов вирусологу. Вирусолог – это врач? Анна Маркова, наш новый вирусолог. Вирусолог – это врач. Он получает высшее медицинское образование в течение 6 лет и затем 2 года в ординатуре. Это узкоспециализированные по специальности вирусология. В чем разница между микробом и вирусом? Микробы или микроорганизмы – это обобщенное название тех живых организмов, которые мы не можем видеть невооруженным глазом. Вирус – это внеклеточная форма жизни, а бактерия – это одноклеточный микроорганизм, способный приспосабливаться к различным условиям обитания, в том числе в организме и окружающей среде. Какой вирус самый опасный? Самым опасным вирусом является вирус натуральной оспы. Но на данный момент он элиминирован, его искоренили в 1980 году благодаря глобальной программе вакцинации, ВОЗ объявил о его элиминации по всему миру. А вы видели трупы людей? Или работаете только с пробирками? Я, конечно же, видела трупы, но с ними не работаю. Но если представится случай, например, как в сериале «Точка ноль», я буду обязана работать с трупами и брать биоматериал от инфицированного трупного материала. Бывают хорошие вирусы? Или они все плохие? Существуют хорошие вирусы, они называются бактериофаги. Бактериофаги побеждают, как бы внедряются в бактерию, там размножаются и с помощью лизиса разрушают клеточную стенку бактерии. Тем самым побеждают патогены и бактерии. Если в одной пробирке смешать вирус и бактерию, то кто победит? Если смешать в пробирке, например, бактериофаг и бактерии, то, соответственно, бактериофаг выиграет. Но если смешать обычный вирус с бактерией, то, соответственно, произойдет такой процесс под названием укоэволюция. То есть это образование различных типов, новых типов и видов бактерий и вирусов. В сериале «Неизвестная болезнь» выросла в скотомогильнике. Такое возможно? Да, конечно, это возможно. Например, вот генетическая рекомбинация. Произошел перенос ДНК или РНК из одного вируса в другой, и таким образом образовался совершенно новый вид бактерий или вируса. В чем разница между простудой и гриппом? ОРВИ или остроинфекционное заболевание, оно же в народе простуда. Грипп – это два разных заболевания. ОРВИ вызывается широким спектром вирусов, таких как риновирус, аденовирус, коронавирус. И поражает верхние дыхательные пути в основном. Протекает легче, чем грипп. А грипп вызван специфичными типами сезонного гриппа, таких как А, Б, С и Д. И поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути. И протекает в более тяжелой форме, вплоть до развития осложнений, таких как пневмония. Почему при ковиде не разрешают пить антибиотики? Доктор говорит, что твои лекарства мне помогают. Ковид – это вирусное заболевание, а антибиотики эффективны при бактериальных инфекциях. Соответственно, будет неэффективно просто лечение антибиотиками ковида. И к тому же это плюс один в копилку к антибиотикорезистентности. А антибиотикорезистентность – это одна из глобальных проблем человечества. Какие основные правила карантина? Уверена, что серьезно? Если я подниму тревогу на ровном месте. Карантин – это ограничительные мероприятия. В основном длительность их определяется максимальным инкубационным периодом. Это запрет на передвижение за отцепленную территорию. Также это профилактические мероприятия обязательные, в том числе вакцинация. Если это эпизодические какие-то заболевания, то, соответственно, применение дезинфицирующих средств, дезинфекция, диротизация по периметру отцепленной территории. Зачем люди создают вирусы в лабораториях? Спецслужбы что-то потенциально опасное привезли. В лаборатории создается лабораторная модель вируса для того, чтобы изучить строение вируса, его патогенные свойства. В дальнейшем выявить какие-то недостатки этого вируса и разработать новый эффективный лекарственный препарат или вакцину. Правда, что прививка – это когда тебе специально вкалывают вирус? Да, отчасти это правда. Существуют живые вакцины, они обладают сниженной верлентностью и не способны вызывать заболевания. К таким вакцинам, например, относится вакцина против корей и эпидемического паротита. Я могу заразить гриппом свою кошку, а она меня? Грипп – это острое антропонозное инфекционное заболевание, то есть передающееся только от человека к человеку. И, соответственно, человек не может передать его кошке, а кошка не может передать человеку. Человек может выжить в полностью стерильном месте? В полностью стерильном месте человек может прожить всю жизнь, но если он выйдет из стерильных условий, то, соответственно, соприкасаясь с банально любой поверхностью, контаминированной различными условно-патогенными бактериями, он не справится. Его иммунная система будет не приспособлена. Не страшно работать с вирусами. Каждый день можно заболеть. Действительно, существуют высокие риски заражения, но при соблюдении правил техники безопасности, ношения средств индивидуальной защиты, а также своевременной вакцинации, эти риски можно снизить. Также необходимо соблюдать поточность в лаборатории, и архитектурно-планировочные решения должны быть соблюдены. В лаборатории не должно быть пересечения чистого и грязного потока, а на границе этих зон, чистой и грязной, должен располагаться санитарный пропускник. Всё-таки маски помогают защитить себя от вируса или нет? Маски снижают риск заражения, но не являются абсолютной защитой. Чихание, например, микроорганизма распространяется со скоростью 16 метров в секунду, а маска задерживает это распространение. В сериале героиня ходит без маски, но в пластиковом шлеме на лице. Это тоже защищает от вирусов. Маска и шлем, они, конечно же, не могут защитить полностью от вируса, но главная героиня делает всё возможное и применяет подручные материалы, которые есть у неё, чтобы обезопасить себя. Как можно убить вирус? Вирусы – это внеклеточная форма жизни и, соответственно, неустойчива во внешней среде. Вирус можно обезвредить с помощью ультрафиолетового излучения, различных дезинфицирующих средств и других физических методов обеззараживания. Если съесть немытое яблоко, то можно умереть от вируса? Ну, умереть навряд ли, а вот заразиться ротовирусной инфекцией – возможно. Если ты заболел, то можно себя обеззаразить изнутри, выпив водки. Победить вирус гриппа или другие какие-то инфекционные патогены мы не можем с помощью алкоголя, так как при прохождении всех отделов желудочно-кишечного тракта он претерпевает различные химические реакции, в том числе окисление и ферментацию, и уже поступает в кровь без своих изначальных антисептических свойств. Пожелайте что-нибудь зрителям. Мойте руки и смотрите сериал «Точка ноль» на ИВИ. «Точка ноль» – премьера. Все серии сразу.